здравствуйте дорогие друзья так продолжается непростой скажем так начало года брешит написано опасность приближает человека к раскаянию может быть поэтому какие-то вещи происходят те которые мы сами не можем найти нам помогают сверху вообще обратите внимание очень интересная вещь причем мы начнем всю историю путешествие еврейского народа от пустыни до страны израиля разобрать очень простой вопрос бог предупредил народ что у него есть проблемы с выживанием в двух случаях первое это чрезмерное сближение с народами мира например там пира хашвироша который привел к возвышению амана и поставил евреев на край гибели движение просвещение начавшиеся в германии перекинувшиеся на страны восточной европы и в конце концов захватившие россию и по этому же маршруту через какое-то время не двинулись войска фашистской германии уничтожая евреи независимо от степени приверженности еврейским традициям и главное это раскол среди еврейского народа когда раскол среди народа есть очень большая проблема вот обратите внимание просто посмотрите разделение было одного еврейского астана два враждующих иуду израиль это привело к разрушению первого храма и вавилонскому изгнанию беспричинная ненависть которая стала причиной разрушения второго храма и начался голод которым пребываем по сегодняшний день вот просто пройдите по событиями нам подсказывают до такой степени это все не надо брать хорошо там какие-то древности лето 2005 года максимум люди выселяют из домов все сопротивляются помните оранжевые майки и плакаты на всех перекрестках страны что сразу начинается вторая ливанская война общество забывает о разногласиях и переключает внимание на войну конечно декабрь 11 года помните невероятная беспрецедентная кампания против религиозных катастрофа там начинается осенью 12 года тысячи ракет из газы операции облачный стол идем дальше январь 13 года атака еще одна была перед выборами на досовских уклонистов раскол призы массовой демонстрации что только не было до через короткий промежуток время тысячи ракет из газа операция несокрушимая скала войска на фронте начинают действовать и тут уже не надо было бороться с уклонистами как с досами как они говорили что еще март 15 это предвыборная кампания под тем же самым лозунгом через сразу потом третий антифата апрель 19 марта 20 марта 21 это вот эти вот четырехсердинные выборы беспрерывная ненависть между группами достигла апогея даже но все уже понимают что это перебор немедленный начинается что погром из населения восстание операция страж стены и так далее еще ближе подходим зима 22 года новое правительство начинает борьбу против как они говорят социальных нахлебников религиозных накал страстей там графики потом что сразу после этого обстрела из газа операция утренний рассвет всем придется объединиться январь 23 года правительство предлагает провести судебную реформу общество раскалывается на два неприменимых лагеря те кто за эти кто против что еще начинаются беспорядки с жесткие столкновения с полицией иностранные сми пишут о гражданской войне приближающейся в израиле это было буквально две недели назад страсти накаляются и уже не понятно что все хотят голову главу родительства растет напряжение вплоть до 7 октября шаббат праздник симхат тара из газы через после обстрелов врываются толпы разъяренных этих зомби образных животных крушая убивая всех на своем пути сотни убитых тысячи ранних судебная реформа забыта разногласия исчезли мы все в одной тарелке гражданская война отменяется смотрите неужели все это не ясно чтобы посмотреть и увидеть во всем есть последовательность ничего на не падает на нас сверху просто бы ударить нас по голове это потому чтобы постучать по затылку и привести нас немножко в чувство потому что как только все налаживается у нас к сожалению иногда другие дела возникают все будет обязательно хорошо потому что я хочу просто еще раз повторить без доносов так один на один напав на государство израиль в день еврейского праздника праздника бога симхат тара праздника тары который является произведением бога они бросили вызов богу и чем это кончится я надеюсь мы все понимаем я уверен что все будет хорошо вот насколько хорошо зависит от нас потому что насколько мы исправим вот то что я рассказывал насколько мы исправим ну причины по которым все это происходит мы это можем сделать что что поменялось на если есть ненависть которая ничем не обоснована на любовь которая ничем не обоснована брахавы от слаха